Отец наш Небесный, мы и так благодарны Тебе за Евангелие благодати, за Евангелие завершенной работы, Евангелие Твоей верности, Твоей природы. И мы слышали сегодня это Евангелие и в песнях, и во вступлении, и в молитве за приношение. Благодарим Тебя, Господи. Мы благодарим Тебя, что мы приходим сюда воистину для того, чтобы наполниться светом Евангелия и нести его в этот мир темный. Господи, и мы благодарим Тебя за слякоть на дорогах. Благодарим Тебя, Господь, за то, как выглядит природа, потому что это тоже символ некоторой ожидания Твоего пришествия. И мы благодарим Тебя, что и в слякоть, и в такую погоду мы можем нести радость Твою, которая востребована у людей, и их много, и их Ты знаешь. Благослови эти слова. Наполни нас, Господи, верностью, верой Твоей истинной благодатью. Во имя Твоего Иисуса мы молимся и просим. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Кто скажет, что происходило в нашей стране 400 лет назад? Полный ответ. Это изумительно. Больше вы не знаете ничего, что происходило, кто какие слова говорил 400 лет назад? Да, вполне возможно. Так и было. Но вот интересно, и мы смеемся над тем, что мы не знаем, правда? Историки смеются над нами, что мы не знаем. Мы смеемся над ними, что они знают. И мы говорим, а мы живем сегодняшним днем. Но вот слова, которые прозвучали в книге Малахия за 400 лет до рождения Христа. Там было сказано, 4 глава, 5 стих. «Вот я пошлю к вам Илью, пророка, перед наступлением Дня Господнего, Дня Великого и Страшного. И он обратит, и Илья обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, говорит Господь, приведя, не поразил земли проклятием». Как здорово! Кто говорит через пророка Господь? После этих слов занавес закрывается. 400 лет молчания. И потом мы в Библии читаем первые слова после того, как это молчание закончилось. Давайте мы с вами и посмотрим на эти слова. Евангелие от Луки, 1 глава. Очень интересные слова. Они прозвучали в то время, когда и в той среде, в том народе, которому было дано это обетование, среди иудеев, в том месте, где происходило служение Господу, в храме, кождение, это воскурение, это курение благоприятное, благовоние возносилось, символика. И эта вся символика была направлена на то, что когда Господь придет и принесет себя в жертву, и это будет благоухание, благоухание приятное на все времена. И священник с замечательным именем Захария, что обозначает, Яхве услышал, Яхве сказал, Яхве верен. И у него жена замечательная, Елисавета. Елисавета обозначает, что Бог верен. И вот во время кождения Захария выполняет свою обязанность, и вполне возможно, что ему кажется, он выполняет ее очень хорошо. Ну, конечно же, он перед Богом в храме, правда? Прочувствовали это? Прочувствовали? Итак, он перед Богом в храме, он знает, как это делать. И вдруг видение. По правую сторону жертвенника появляется светящаяся фигура. Это ангел Господень, Гавриил. И он говорит ему. Захарий, увидев его, смутился и страх напал на него. 12 стих. 13 ангел же сказал ему. Я прочту вам слова, которые говорит ангел. Не бойся, Захария. Ибо услышана молитва твоя. На самом деле, не то, что вот такая долгая передача. В течение, предположим, 30 лет они молились с Елисаветой. Она была неплодная. И вот только сейчас, через 30 лет вдруг. На самом деле, картина передается следующим образом. Твоя молитва, которой вы молились вместе с Елисаветой, она была учтена. И она теперь выполняется. Я недавно проезжал мимо станции метро здесь Владимирская. И там написано «Переулок Кузнечный». Я вспомнил, 20 лет назад, 21 год назад, у нас там были собрания. И если взять 19 лет, 18, 17 и так далее. Это годы. Это много времени. 30 лет, может быть, прошло с того времени, когда Захария и Елисавета молились. И вот ответ. Это говорит ангел светящийся. Никуда от этого света не уйдешь. И его слово молитва твоя услышана. И жена твоя. И вот отсюда начинаются чудеса от Господа. И мы их посчитаем. Что говорит ангел? Жена твоя Елисавета, первое, родит тебе сына. Второе. Ты дашь ему имя Иоанн. Яхве благодати. Сегодня говорили, что здесь у нас Анна, 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 Анна переводится. Анна – это благодать. Итак, наречешь ему имя Иоанн. Третье. Будет тебе радость и веселье. Четвертое. Многие о рождении твоего сына возрадуются. Пятое. Этот сын у тебя будет велик перед Господом. Шестое. Он не будет пить вина и секира. Почему? Потому что он будет исполняться Духом Святым. И он исполнен Духом Святым. И Духа Святого исполнится еще от чрева матери. Восьмое. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их. Девятое. И он идет перед Господом в духе и силе Ильи. Десятое. Чтобы возвратить сердца отцов детям. И непокоривым образ мыслей праведников. И двенадцатое. Дабы представить Господу народ приготовленный. Давайте похлопаем. Какое замечательное слово. Правда? Какая удивительная атмосфера, которая началась с того, что Захарий был смущен тем, что он видит. И он был в страхе. Но вот когда он слушает это, то в нем что-то происходит. А ведь о нем говорится о Захарии в первой главе Евангелия от Луки, что он праведник вместе со своей женой. Я никоим образом не критикую Захария. Я хочу сказать, что не бойтесь и не пугайтесь, когда у вас что-то не так идет. Или у кого-то из ваших близких. Или у кого-то из тех, кто в церкви. Наоборот, заливайте благодатью, любовью, служением. Помогайте. Смотрите, столько, 12 обетований чудеснейших. Причем обетований не только о том, что родится у тебя, наконец-то родится сын. Нет, описана вся его жизнь. Кроме того, оказывается, и бесплодие-то, или советы, ей нужно было дожидаться определенного времени, когда вот этот человек произойдет на свет. Нечто подобное мы с вами наблюдали в первой книге царств. Так произошло, помните? С кем? С Анной. Опять же еще одна Анна в нашей церкви в первой книге царств. У нее очень много было и сложностей. Другая жена ее мужа все время терзала ее. Вот у тебя детей нету, проклинием Бога и прочее. Да, 400 лет прошло после обетования в Малахии. Но вот это кождение в храме говорит о том, что люди верили и помнили. Правда? Какой замечательный народ. 400 лет прошло у этого народа. Они помнили, кто 400 лет говорил с ними. Чувствуете большую разницу? Мы с вами не смогли ответить на вопрос, кто говорил что-то 400 лет. Почему? Потому что это не были слова Божьи. А здесь народ этот, он все время то приходил, то отходил, то в плен его угоняли. Через разные сложности прошел. Бог давал это слово, и он давал это слово, потому что оно драгоценность. Мы с вами имеем Библию, это колоссально, драгоценность. И мы с вами обучаемся всю нашу жизнь, как верующих, не каким-то определенным, ну, красивостям и предметам искусства в церкви. А мы обучаемся именно тому, что написано в этом слове, то, что всякий человек будет жить словом, исходящим из уст Божьих. Правда? Мы слышали сегодня и в песнях, и во вступлении, и на приношении. Мы все время слышали эти слова. Человек говорит, и у нас там открывается книга Псалтырь, открывается книга Иова. Мы с вами слушаем песню, еще мы там видим эти участки. Библия с нами говорит. Это чудо, это замечательно. Мы с вами приходим сюда. Считайте, что это замечательный праздник для нашей души. Люди так стабильно в театр не ходят. Мы сюда с вами приходим, потому что здесь встреча не то, что друг с другом, и не то, что мы услышим слово пастора, хотя это замечательно, что люди проповедуют. Мы с вами пришли на встречу с Богом. И нас становится, запомните, нас становится все меньше. Потому что ко времени великой скорби будет очень мало. Будет настолько сильно это воздействие против верующих, и они претерпят очень много сложностей в своей жизни, когда будет происходить намного больше, чем происходило во времена Иеремии, когда он в девятой главе книги Иеремии говорит. А что я делаю? Начинаю говорить твое слово, и надо мной смеются, меня бьют, и я решил в своем сердце. Мне очень нравятся эти слова Иеремии. И я решил. Что он дальше сказал? Да не буду я это делать. Здорово, правда? Да не буду. И что с ним произошло? Стало внутри дымиться все. Он смотрит на себя, и дым идет из него. Слово горит, в сердце горит, и он не может не говорить. Давайте похлопаем. Это не Иеремия подталкивает Бога, а это Господь раскрывает Иеремии. Чудо, то, что он раскрывает нам, то, что он раскрыл Захарии, я передаю тебе драгоценность. И в слове, в том законе, который ты получил во время Ветхого Завета, тогда они не называли Ветхий Завет, для них это был единственный Завет, но говорилось о том, что заключу Новый Завет. И слушай это слово. И вот Захария слушает слово, и все больше, больше так вроде бы распрямляются плечи. Надо же, вот сын будет такой, а потом раз и весь падает. Потому что у него такая же проблема, которая у нас, и она очень сильная проблема. Мы вдохновляемся Богом, и вдруг смотрим на себя, и никакого вдохновления. Ну, никакого вдохновления, никакого доверия себе. Но я знаю, что не получится. И он так и говорит. А откуда, когда ангел сказал, господин ангел, извините, говорил, откуда я это узнаю? Я уже стар. Тоже где-то мы слышали в Библии, правда? С Авраамом такое было. И ангел не сказал ему, что читай Библию. Вспомнишь, Авраам? То же самое здесь произойдет. Он ему по-другому сказал. Ты будешь удивлен. Мимо тебя пройдет это все. Все эти события, ну, не все, а часть, 9 месяцев этих событий, ты даже слов не скажешь. Сейчас ты что-то много говоришь. Ничего. Сколько юмора у Бога. Он его не отвергает. Представляете, что бы мог наговорить Захария? Елисавета, ты что, правда, что ли, беременна? И что, ты думаешь, что у нас сын родится? Он молчит. Ему хотелось бы, может быть, в какой-то момент не согласиться, а будет ли такой сын? Или смотреть на людей, которые его окружают? А радуются ли они, что Елисавета беременна? Он молчит. И всякая секунда молчания, когда ему хотелось, что-то сказать, говорит ему, сколько я обетований и благословений там дал? Двенадцать. И все они исполнятся. Сколько у нас с вами благословений? Семь тысяч с лишним. Да, семь тысяч четыреста или... Не помню точно. Восемь с лишним. Да. Восемь с лишним. Смотрите, увеличивается все время. Да, здорово. Здесь получается такая вещь. Мне нужно как человеку верующему очень внимательно относиться к вере каждый день. Потому что это не только исцеляющее слово для каждого из нас, это еще и наше богатство. Ведь это... Каждая наша мысль, каждая минута пребывания в слове, изучения, прочтения его, размышления, созерцания Господа, это является той славой, которую мы с вами воспринимаем от Бога и которая никуда не денется, она будет в вечности с нами. Это в проповеди пастора Шаля, по-моему, я уже ее выставил. Он говорит на нидерландском языке или голландском языке слово спичка Люцифер. Звучит Люцифер. У тебя есть Люцифер? Да? Голландцы, например, говорят. Да, есть Люцифер. Несущий свет. Но он потерял этот пост. Потерял эту позицию. А мы с вами можем иногда утрачивать Захария, например, утратил. И он имел. И потом накапливал все время этот свет. И когда ему пришли и сказали, ну как назовем, как назвать твоего сына? И он написал, да, Иоанн. И все. И начал говорить. Все. Сбылась часть, и почему бы не веровать в другую часть. И родился Иисус. Пришел в этот мир. Его пришествие сопровождалось и во время его реальной жизни с колоссальным сопротивлением. Колоссальным. Запомните для себя удивительный стих, который решит массу ваших проблем неверия. Вы просто его запомните и повторяйте. Чуть-чуть зашли в какую-то область неверия, тут же его повторите. Исайя 46 глава 11-12 стихи. Очень хороший. Я так рад этому стиху. Один из моих любимых. Исайя 46, 10. Я возвещаю от начала, что будет в конце. Захария. Бог послал, говорит ангел Господень, меня сказать тебе. И он ему объясняет, как будто бы это уже все есть. Нам с вами объясняет Библия, как будто бы это уже есть. И самое лучшее, когда мы говорим, это мое. Правда? Это мое все. Это мне принадлежит. Слова, которые сказаны в Библии, принадлежат мне. Если я зашел в область мою по плоти, это не означает, что я не возвращусь. Потому что, ну, тот, кто задумал, тот и возвратит. Хочешь там пострадать немного? Хочешь и еще тумаков от своей плоти получить? Да, пожалуйста. Ну, побегай по руке Христа, который он тебя держит. Ну, побегай. У тебя есть такая возможность. И люди будут говорить вокруг. А еще верующий. А он ходит. Да, ладно. Верил. Сейчас не верю. Помните такой случай в жизни одного из пророков в Библии? Как его звали? Иона. Да, он там лежит, там в трюме разлегся. У него все хорошо. Каюта отдельная. Прибегают матросы с этого корабля, который тонет, его там качают из стороны. Может быть, из-за твоего Бога? Да, из-за моего. А почему? Да я не туда поехал. Как Бог тебе сказал в эту сторону? Я вот так сделал. Ну, и что теперь нам сделать? Мы погибаем. Выбросьте меня. Серьезно? Да, конечно, выбрасывайте. Не шутишь? Выбрасывайте. Хороший вариант. Спасибо. И тут же такси. И он в этом такси, находится в водном такси, весь в этой желчи или в чем там еще. И такая замечательная молитва. Уходил, уходил. Куда его послал Господь? Кому он дал это слово? Драгоценность. Пренебрег? Но он же все равно свое сделал. Да еще так сделал, что такси пригнал к тому месту, где он должен был проповедовать. И все. Он сказал. И причем совершенно с другим настроем говорил. А когда люди слышали, что он говорит, даже животные взяли друг с друга, с людей сняли вретище и повесили на себя. И тоже стали каяться. Сказка. Иисус упоминает это. Это очень интересно. Суть заключается в том, что если Бог сказал, это обязательно произойдет. Сколько мы сейчас с вами в так называемом, в кавычках, молчании от Господа. Когда Библия закончена была? 95-й год нашей или новой эры, или порождению Христа. И с того времени Библия не продолжается. Почему? Потому что Господь так сказал, все закончено. А как же нам жить каждым словом Божьим? Откуда оно, Дух Святой? И что Дух Святой говорит? Иисус сказал, придет Дух Святой, и Он будет говорить слова и объяснять, которые Я сказал. И настроит вас на всякую истину. Потому что не от себя возьмет. Какая интересная вещь. А что, если бы Дух Святой от себя брал, то Он что-то другое бы сказал? Да нет, Он будет прославлять Иисуса в завершенной работе. Мы настолько защищены, мы настолько являемся собственностью и драгоценностью Бога, что драгоценность, которую Он нам дает, Его Слово, она в нас проявляется. Послушайте, хотим мы этого или не хотим? Лучше бы захотеть. Лучше бы, потому что что будет? Все равно, дорогое чадо мое, я сделаю, как я задумал. И кто-то мог бы сказать, даже против моей воли, особенно против твоей плотской воли, потому что ты помолился, ты признал, ты чей? Мы его чадо. И если мы его чадо, то у нас есть очень хороший вариант жизни, это в нем. Итак, первый пункт, особая драгоценность. Второе, ожидай и не сопротивляйся. Захария попробовал сопротивляться, сопротивлялся чуть-чуть, после этого он был в восторге, правда сказать, высказать свой восторг не мог. Третье, почему? Потому что он, Иисус, все равно добьется своего. Так что драгоценность его будет все равно сиять в нашей жизни. Давайте зададим практический вопрос. А разве мы не видим христиан, которые отошли? Видим. А разве мы не знаем тех, у которых что-то не получается? Знаем. Ну, так может быть предположить, что у них и не получится вообще? Так Захария сказал ангелу. Правда? Захария именно так сказал. Ангел, ты не знаешь. А нужно было бы сказать, как здорово! Помните, Авраам сказал в 15 главе бытия, когда Бог его вывел под свод небесный из его шатра и сказал ему такие замечательные слова. Посмотри и посчитай, вот сколько звезд на небе столько у тебя и будет твоих потомков. И тот посмотрел, и я так сегодня представлял. Ну, вот почему Господь сказал, вменил ему в праведность. когда он смотрел, как замечательно, Господи, неужели, как здорово! И он радовался тому, чего не было. Сатана уже ничего не мог с ним сделать. Сатана мог бы там стучать куда, во что угодно. Нету никакого внимания. Мы с вами обучаемся этой стабильности, потому что наш Бог имеет удивительную характеристику. И Библия заканчивается практически этой характеристикой. Книга Откровений, 19 глава. Мы с вами читаем там в 12-13 стихах, что он описан верный и истинно. Вам нравится слово верный? Нравится слово неверный? А ему нравимся мы, когда мы неверны? Он не меняет своего отношения. Как здорово, правда, прийти туда, где тот, кто сказал, я люблю тебя, не переменит свое мнение. Как здорово, даже будучи неверным, если что-то такое произошло, прийти туда, где тебе сказали, я тебя буду все время любить. Правда? Чудо. Таков Бог. Именно такой он. Потому что, когда мы неверны, он остается верным. В случае Захарии, молчи, Захария, и будешь убежден. В случае с Авраамом, прошло, по-моему, 16 лет, с одного времени разговора, и в следующем, в 16-й главе, он к нему является. Мы с вами видим, что Бог добьется своего. Он верный. И написано в Откровении 19, 12, 13, что у него есть имя. И вы слушайте тайну, которая там написана. И этого имени не знает никто, кроме его самого. Какое это имя? Которое никто, никто не знает. Книга Откровений написана почти 2000 лет назад, и там сказано, никто не знает этого имени, кроме Иисуса Христа самого. Какое это имя? Слово Божье. И можно было бы сказать, а я, а я знаю, а я знаю это имя. Правда? А он что ответит? А я и не спорю, потому что ты это я. Помните, когда Саввл гнал церковь, лютовал, дышал смертью, и его по дороге в Дамаск останавливает Иисус? И что он ему говорит? Саввл, Саввл, зачем ты гонишь меня? Он не сказал, зачем ты гонишь моих последователей, христиан, зачем ты гонишь меня? Его тождественность с нами стопроцентна. Он сделал нас своим царством. Книга Откровения, первая глава, пятой, шестой стихи. Мы его царство, мы его невеста, мы являемся теми, кто неразделим от него все. Как только мы приняли его, это же чудо. Тот, кто пришел сюда, он пришел за тем, что было похищено и похищено в такой безобразной форме неверия, когда сатана пришел в Эдемский сад и сделал колоссальнейшее преступление против Бога, которого он знал, когда был Люцифером, и он нес его свет, и в этом свете не было никакой тьмы, и он его отражал и знал, 46 глава книги Исаии, что то, что Бог решил сделать, он обязательно это сделает, и поэтому были в этом Эдемском саду два дерева, дерево жизни, и зачем Господи ты поставил это дерево познания добра и зла, не было бы его, тогда бы ничего не произошло, ну зачем тебе, Господи, было являться в этот мир как младенцу, ты посмотри, что сделал Ирод, а если бы ты остался там в Вифлееме, и тебя бы тоже, и ты был бы тоже уничтожен, да послушайте, Бог показывает все могущества, все знания, он показывает свое присутствие там, где нам кажется там полное отсутствие, в рыбе ли это гигантской в море, в тюрьме ли, как где находится апостол Павел, в нашей ситуации ли, где мы с вами пребываем, и нам кажется нет, или же 72-й псалом, мои ноги, говорит псалмопевец, пошатнулись, я возревновал, да послушайте, есть другое, это небеса, и это жизнь в нем, это жизнь в том, кто является верный, он сказал о себе Иисус, о Евангелии от Иоанна, 14 глава, 6 стих, я пути истина и жизнь, в откровении он говорит, говорится о нем, он верный и он истина, он верный и он истина, запомнили два слова, он верный, мы развиваемся в том, чтобы мы были верными, но не казните себя, бегите в его верности, к его верности, если какие-то проблемы произошли, ничего, ничего не потеряно, это дерево было посажено там в Эдемском саду и он знал, что он придет через несколько тысяч лет и он все совершит, и на кресте мучившиеся за нас произнесшие слова «Отче, прими мой дух и все!» И казалось, Садана выиграл, все проиграл. Мы с вами все выиграли, поверив в него, потому что он стал тем, кто сказал «Никто этого имени не знает, только я». «И мое тело, и мои люди». Верный, истинный, Слово Божье, драгоценность, наша жизнь, и мы сюда приходим и правильно делаем, потому что этих слов мы не слышим нигде в мире. Из-за этих слов нас могут считать странными, могут считать, что мы ретрограды и что угодно. Меня не касается это. Нас это не касается. Нам нужны слова жизни. Как Петр сказал, «А куда нам идти? У тебя, Господи, глаголы жизни». Захария, двенадцать обетований. Твой сын идет перед Господом, и он будет способствовать, чтобы Иисус пришел в этот мир и призвал бы двенадцать учеников, двенадцать учеников, рыбаков, и ты уже с ними работал, и они стали веровать в него, и посмотрите, Римская империя поверила, и в Петербурге верят, и где угодно в мире, даже пингвины скоро. Аминь. Такого не произойдет. Отец наш небесный, мы так благодарны тебе за твою милость, за твою любовь, за твою верность. Мы благодарим тебя, Иисус, за твое благословение словом, обетованиями, твоей надеждой, твоим ожиданием, верностью. И мы знаем, Господи, находясь в твоем слове, что ты начал, и ты это совершишь. И в Библии говорится, в послании к евреям говорится о том, что в 12 главе ты начало и ты совершитель нашей веры. Славим тебя, Господи. Возможно, среди тех, кто слушает эту проповедь по интернету, есть человек, который не знает Иисуса Христа как своего Спасителя. Пригласите Его в вашу жизнь прямо сейчас. Ничего не потеряете, но выиграете всю потому, что не вы будете это зарабатывать, а Он дарить вам. Принимая Иисуса Христа как вашего Спасителя, скажите простые слова. Дорогой Иисус, я грешный человек, прошу тебя, прости мои грехи, спаси меня, подари мне вечную жизнь, научи меня твоему слову, этой драгоценности, и развивай во мне веру, верность, любовь, веди меня Духом Святым. Во имя Отца и Сына и Святого Духа я прошу и молюсь. Аминь. Аминь.